Уважаемый Арсен Николаевич, дорогие друзья, я не думаю, что здесь мы должны рассматривать друг друга в разрезе гость-хозяин. У нас тесное сотрудничество в самых разных формах. Мы признательны многим членам РСПП, которые входят в деловой совет при Министре иностранного дела Российской Федерации. Помимо заседаний регулярных у нас рабочее взаимодействие по самым конкретным вопросам. Но я очень рад этой возможности и признателен вам за инициативу провести вот в таком составе расширенное заседание Бюро управления РСПП для рассмотрения, как я понимаю, не только практических, но и стратегических вопросов, учитывая совпадение интересов и российского государства, российской дипломатии и бизнес-сообщества в том, чтобы на международной арене, в международном разделении труда мы себя чувствовали без какой-либо дискриминации, равноправно, на равных участвовали в решении глобальных проблем, обеспечения устойчивого роста мировой экономики, что будет помогать изыскивать новые источники роста и для российской экономики, и, соответственно, повышать уровень жизни наших граждан. У нас 10 лет, как я понимаю, действует соглашение о сотрудничестве. У нас есть общее ощущение, что за 10 лет воды много утекло, может быть, его модернизировать, и мы с удовольствием эту инициативу РСПП поддерживаем. В наших практических делах мы учитываем рекомендации, которые и сам Союз, и его члены направляют в наш адрес по вопросам углубления экономической дипломатии, и повышение её эффективности. Ну и, конечно, вы знаете, что в концепции внешней политики, которая была в начале этого года утверждена президентом, экономической дипломатии уделяется приоритетное значение. Так что, по-моему, все слагаемые для результативной работы налицо. Есть поддержка руководства государства, есть интерес, совпадающий у экономических дипломатов и бизнеса российского. Так что предвижу и предвкушаю, я бы даже сказал, полезную дискуссию.